Привет, друзья! Сейчас я без лишних разговоров, ребят, потому что вот здесь сзади меня небольшой такое озерцо и там вот я где-то метров 200 метров 200 300 250 может от меня такая приличная стая утки плавает я тихо-тихо сюда подполз практически лодку на себе вот так вот протащил чтобы не шуршало постарался как можно потише они сейчас отплыли куда-то к берегу она карьера мы уже с вами выйдем потом потому что здесь прямого соединения вот этого озерца с карьерами нет я хочу попробовать с подхода ее может возьмем что-нибудь посмотрим что это за утка плавает вроде спокойно и она вроде спокойно и сейчас будний день уже охотников уже после открытия конечно же меньше ее меньше пугают может быть получится ее взять с лодки с подплыва разговора о погоде обо всем остальном это позже когда посмотрим может у нас удача улыбнется возьмем утку и уже пойдем на большие карьеры на генеральскую бровку там все обсудим ребят я уже все сразу прям выплываем никакого рюкзака ничего с собой не беру только сейчас штаны одену резиновые и вперед не пуха вот это интересно вроде вон там они себя прям стая хорошая далековато сидят метров 300 я думаю что конечно они сейчас уйдут меня срисует и уйдут как бы это не хлопунцы были вот отсюда не вижу не хотелось бы хлопунцов конечно бить молодую если хлопунцы я даже брать не буду ну зачем эту молодую уточку ну что ребята в общем посмотрел я поближе в бинокль чуть-чуть смог поближе подплыть к ним в общем как я понял это все таки по моему хлопунцы то есть молодая утка еще даже видимо не вставшие на крыло но грех совсем такую утку бить поэтому они куда-то сейчас забились вот туда в дальний угол где-то там в камышовку сидят и пусть себе спокойно живут вырастают становится на крыло где-то в сентябре я думаю это у меня будет 2 2 отпуск когда я приеду на охоту вот там они уже наберутся жиру полетят вот тогда мы ее и будем охотить а пока нет это даже грех такую уточку стрелять мы свое еще возьмем ребят это я не сомневаюсь сейчас вот сейчас вот я пролезу лодку перетащил уже все на дуто все и по и пойдем на большие карьеры посмотрим как изменилось это охотничья карта за год как там бровка генеральская поживает чучела не знаю ставить буду не буду уже на месте решим вообще я так понял утка сейчас на чучела ну никак не реагирует на монок то так себе еще вяло где-то отвечает а чучела нет ну все сейчас переползаем и вперед вон они там пищат где-то там с той стороны что ли это это хлопунцы ух ты ничего себе ребят вот это да я уже да я из берега уже видел вот это да так сейчас мы тут вылезем с ума сойти вот это воды это все было в коряжнике в этом в кувшиннике все заросшие помните да когда я по моему сентябре здесь все это был торф вот там вот на том краю там где-то была хатка выдры вот на том краю в тех кустах я стоял да 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 все места знакомые ну вот как карта до изменилась за год смотрите как воды много и сразу и сразу все по-другому да он там впереди и вроде бы это опять же хлопунцы слушать сколько их здесь я да это вон опять она кормится да там похоже целый выводок опять он они кормятся хлопунцы хоть быхны нет но ребят ну куда такую красоту убить вот они даже не улетают они среагировали сюда плут хоть бы что они плавают хоть бы хны а вон там наверху кто это у нас летит это орел что ли да это вроде орел летает вот он на них и посматривает вон друзья он они хлопунцы плавают им хоть бы что так доплыли мы до бровки посмотрим ну здесь сейчас воды будет прилично тут прямо можно проходить будет из той стороны вероятно всего та же самая картина ну вот вот так вот вот вам август месяц рановато еще конечно для охоты нам нужна нормальная летающая утка так посмотрим что здесь кувшинник а никакого кувшинник тут и нет как это обычно бывало все открыто вообще красота просто вся вода открыта чучела ну не знаю ребят да я буду здесь сейчас посмотрим берег мостика уже нету естественно лавочка стоит все на месте все просло естественно камышовка еще больше вода подошла аж прям сюда я вот я отсюда заходил вот это да мостика нет точнее он вон сломанный лежит вот так вот тут все поменял и все в воде все стоит в воде так а здесь что у нас ветер а вон там тоже утка плавает это опять же те же ага вот это уже не хрупунцы вот эта дикая утка пошла вот она пошла вон она вот это наша утка он она далеко как пошла две утки пошли поднялись вот это то что надо ух ты же моё там столько высухие вроде с ней же завязалась и обычная наша утка кошмар какой-то там высухи просто такая стая сидит здоровенная сейчас попробую поближе подплыть посмотреть эту утину феерию но это просто ребят вообще тут конечно но это лысуха не утка вот там просто затесалась наша утка возможно это те же самые хлопунцы надо посмотреть сейчас будет так там утка вообще сидит спит и чонга там есть вроде бы вот в том секторе да и спящие не знаю спящий хлопунцы это до отдыхает утка отдыхает нет это утка летает ребята это утка летает и она меня конечно же не подпустит стая хорошая сидит вот он ребята карьеры мои любимые тут любая утка есть на любой вкус и цвет как говорится вот вот СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вода, конечно, ребят, прямо тут стоит, причем вы же помните, что здесь вот этот мостик был и берег довольно такой был, то есть залезать на него приходилось. Сейчас все ушло под воду, ну, вот так вот я немножко себе тут бойницы сделал, вот сидят чучела, время 15 минут седьмого. Вот такая красота здесь, как обычно, и это место всегда, в принципе, оно всегда такое для меня лично было удачливым. Вот я сколько тут не охотился, я пустым практически ни разу не уезжал. Кто-то меня спрашивал, зачем я бинокль таскаю с собой на утиную охоту, а вот, ребят, за тему таскаю, что вот такой подранок какой-нибудь или там упало, шлепнулось, да и просто... Ничего себе там крылья, ну-ка, ну-ка, ну, может это чёмга или лысуха, лысухи очень много, сейчас я крылью. Не, наверное, высухо. Прям... Вот тут. Кто интересуется, я уже на него, вот на этот именно бинокль свой обзор делал. Вот, ссылку в описании оставлю, кому интересно, посмотрите, почему именно такой бинокль, не какой-то другой. В общем, сейчас традиционно чаёк, и всё, будем ждать пролётов. Но здесь, я говорю, это прямо вот утиный рай, три вида утки уже сразу, и хлопунцы эти. Ну, хлопунцы, ребят, я посмотрел, да, не улетает она, стайка вот эта плавает молодёжи, даже на крыло не вставшая. Меня увидели, так, они над водой чуть-чуть помахали крыльями куда-то в кусты, на крыло не встала. Хлопунцы. Ну, вот в сентябре будет хорошо, много её тут, прям стаи хорошие такие. Сейчас потянутся, сейчас они с полей потянутся, сейчас всё будет в районе 7 вечера. Очень высоко, конечно, идёт, двойка идёт, вон они. Очень высоко, ребят, в недосягаемость развернул. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Ребят, как обычно, вон, смотрите, лежит битая утка, прямо с воды. Вот, круги расходятся, только что стрелял, камера выключена была. Такой, ну, часто у меня бывает. Чисто битая утка села, прям, чётко в чучела, ну, чуть-чуть, вот она вот сюда вот села. Обалдеть! Вот сюда села, поплыла. Я уже ружьё поднял, и так ей, давай, давай, типа, улетай отсюда. Нет, она прям сидит. Я дожидаться не стал. Лупанул прям, всё, нормально. То есть она шла вот так вот, описала вот такой вот рядом круг, вот так вот завернула и сюда села, вот. И всё. И я её взял. Вот тебе, вот вам, ребята, охота. А я всегда говорил, это место вот для меня, оно лично такое, удачливое. Ну, это прям, ну, с полем. Вот это классика. Жалко, камера выключена была. Красиво она зашла, и вот как обычно. Ну, ладно, хоть там в эту, в подствольную, я надеюсь, что-то было видно. Ну, всё, вот она лежит. Вот, вот прекрасно, вот она, утка, битая, отлично. На, это утята, хмутунцы. Вон там пастушки летают. Огромный такой стаи, они с полей. Ну, вот она пошла, далековато. Одна прошла, высоковато и далековато. А вон ещё две пошли. Ну, это, конечно, ладно, пальцем в небо две. Ещё две летают. Да, что-то тут вообще сегодня прям хорошо. А я что-то и патронов мало взял. Вон шаров сколько. Вон, там ещё, там, обалдеть. Да, там сидит этот, видимо, селезень, очень далеко. Вот там, на том краю он сидит. Видимо, я тут пока дёргался. Вон ещё пастушки эти. Их тут просто море. Да, а утка туда почему-то осаживается. Или нет, или она сюда летит. Неа, далековато она. Вот она, вот. Ну, 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 давай, давай. Села. Села далеко. Вот там всплески, это, оказывается, детёныши эти. Утята чёмги, а вот там сидит наша утка. Она сидит далеко, в недосягаемости. Взять я её не могу. Но, может, ещё подлетит. Подплывёт метров сто двадцать до неё. Дробь четвёрка, ну, не знаю. Не, я думаю, что бесполезно. Сейчас он ближе. Теоретически, вроде сюда плывёт. Вроде сюда плывёт, ребят. Теоретически, можно попробовать. Может, ещё подплывёт. Надо подождать. Или бить, что-либо. В общем, ребят, решаю бить. Будь что будет. Есть. Есть, ребят. Что-то первым плоханул. Я думаю, дойдёт. Есть, ребят. Красота. Ну, на грани, ребят. На пределе. Просто на пределе, на самом деле. Получилось. На пределе уже стихами заговорил. Не скажу я вам, что это правильный выстрел. Те, кто вот начинает, ребята. Не стоит, наверное, этого делать. Если, как бы, ну, немного недостаточного опыта. Всё-таки. Я сам-то стрелок тот ещё. Вот. А тут надо просто чётко тогда понимать, что куда у тебя ружьё стреляют. Прямо брать, отступать или как-то повыше брать. Тогда можно. Ну, у меня ребята, друзья, вот охотники, ребята стреляли. И на 80 метров брали. То есть, ничего, нормально. В принципе, это возможно. Ничего такого в этом нету. Те, кто там говорит не более 30-35 метров, не слушайте. Гладкий ствол, нормальный. Контейнерной дробью я четвёркой стрелял. Нормально всё. Всё получается. В лёд, да, может быть. Там просто надо... Вот это всё быстро происходит, резко. Поэтому надо брать правильное упреждение. Там шансов мало. А вот так вот, с воды, ну, поднялся. Попытался низом уйти, и не получилось. Вот такая охота уже вторая у нас сегодня. И, в общем-то, пока летает 8 часов. Я часов до 9 точно просижу. Уже такой фиолетовый сейчас закат подсвечивается. Вот опять он фиолетовый такой. Ну, он такой, знаете, оранжево-фиолетовый. Прямо по градиенту так идёт. Особенно вот там это хорошо видно. Ну, он, утка пошла на круг. Вот она. Чё-то я её прозевал поздновато. Позевнул я. Темнеет, темнеет. Прямо резко темнеет. Ну, ещё. Ещё постоим. Опять далеко. Ух ты. Одна, по-моему, упала. Подранок. Вроде бы. Как-то не ушёл куда. Ну, что, друзья, надо, я думаю, выплывать и собирать трофей. И искать подранка. Да, потому что я так думаю, что сейчас уже всё. Нет, ну как всё. Она сейчас, конечно, ещё полетает. Оставлю я, наверное, здесь скарбсовый. Налегке пойду. Так, а это у нас. Ух ты, а это чирочек, видимо. Да? Да, это чирочек. Ну, нормально. Ничего, пойдёт. Очерки, они так и садятся в чучела. Вон, она там поднялась где-то. Там много утки. Так, а это у нас. Сейчас посмотрим. Вон там они полетели. Ну, там уже в камеру вам, наверное, ребят, ничего почти не... Воу, ну это хорош. Это вот прям вообще. Ну. Ну, это, да. Да, это кряковый селезень. Ну, ребят, красота. Вот это прям он здоровый такой. Да. Ну ты хорош. Ну, да, понятно. Где-то они сейчас, конечно, стреляют ещё. И подранок, да? Плохо. Плохой подранок. Стрелял через кусты. И там вообще практически на ощупь. А тех я всех поднял, видимо. Сейчас будем искать. Сейчас, конечно, по темному-то уже... Надо было, конечно, мне сразу выходить. Ну ладно. Не беда. Вот она лежит, ребята. Так, повезло. Так. Давай-давай. Опа. Все-таки не подранок. А куда ж попал? Ну, вам там, наверное, не видно сейчас будет. Куда попал? Чёрт-то там. В общем, ребята, у нас сегодня за эту охоту получилось 3 добытых утки. Вот такой вот замечательный трофей. Причём, как вы видели, что бы там кто ни говорил, и я там сомневался, всё-таки чучела сработали. Это просто красота, ребят. Вот две из них, Чирок и Селезень, зашли именно на чучела. Ну, а вот эта вот уточка, она у меня была бита в лёд. Причём, как вы видели, это было вообще на излёте. Я как-то на изгибе так ещё стрелял с каким-то непонятным упреждением. То есть, это чисто на удачу она упала. Ну, и в итоге дошла. Оказалось так, что я попал не в крыло, а ещё и по корпусу. Она так вот поплыла, и там потом, видимо, из кустов чуть-чуть отплыла, и там и лежала. Прошёлся я по этим кустам, всё нормально. Надеюсь, вам сегодня понравился. Очень насыщенный день, охотничий день прошёл. То есть, мы видели всё, что только можно. Это просто какая-то утиная, птичья феерия. Вот это просто сотнями шли пастушки. Утка летала, и летала она много. Традиционно здесь это место утиное, конечно. Вот, и всё-таки я душу отвёл, ребят. Я очень рад, ну, с полем. Вам тоже желаю ни пуха, ни пера. Большущей вам удачи. В следующий раз я постараюсь выбраться на свои ближние отдачи карьеры. И хотя бы, ну, посмотреть. Я не был там, наверное, года два. Ну, и если получится, я очень хочу, конечно, уже в лес. По времени, если получится, выберу снарябчика. Посмотрим, проведаем рябца. Большущей удачи ещё раз вам. Ни пуха вам, ни пера. И пока увидимся. Отличная охота, ребят. Я очень доволен. Продолжение следует...